Особое мнение на 101FM С Михаилом я хочу начать с темы, которая была у нас сегодня уже в эфире. Это тема создания в регионе, появления в регионе центра управления регионом. Простите за тавтологию. В Кировской области появится ЦУР, так называемый. Возглавил его Игорь Панкратов, член общественной палаты. И вот теперь руководитель ЦУРа. И сегодня он рассказывал нам, как структура будет работать. Что было для меня удивительным. Ну, понятно, да, что декларируется. Это более оперативное внимание и решение каких-то проблем и жалоб, с которыми люди выступают в соцсетях. То есть это не обязательно должно быть обращение какое-то официальное в органы. Это можно просто пост написать у себя в Фейсбуке. Это раз. И, видимо, подпинывание чиновников, чтобы эти жалобы быстрее решались. И может быть анализ какой-то, если проблема возникает по системной причине. То есть здесь эта проблема, там эта проблема, на юге области, на севере одна и та же проблема. Что-то, значит, надо сделать, чтобы ее решить. Что было удивительным, это то, что в ЦУРе 22 сотрудника. И эти 22 сотрудника – это люди, которых нанимает не Киров, а их нанимает Москва. Некая организация, не коммерческая, а но диалог, проверяет этих сотрудников на соответствие их компетенции, той работе, которую они будут делать, платит им зарплату. Ну и если я верно понимаю, никакой ответственности и вот такого отношения подчиненный начальник в отношении наших властей региональных у этих людей нет. То есть они вроде как от наших властей свободны, могут делать, что хотят. Ой, ну давайте начнем с названия. То есть когда только структура появилась и появилась аббревиатура ЦУР, это было достаточно смешно и несколько непонятно. То есть неужели в регионах нету центра управления? То есть приходится создавать новые центры управления, начальник которых, по идее, должен управлять регионом, исходя из названия. И получается человек главнее, собственно говоря, губернатора, председателя правительства. Такое мнение было у экспертов. Оно, естественно, не воспринималось всерьез и, собственно, экспертами рассматривалось как некое удивление появление новых структур. Но, во-первых, они появились повсеместно, то есть во всех регионах. Во-вторых, действительно, вы правильно сказали, что это инициатива Москвы. В-третьих, что интересно... Президента самого. В-третьих, ну, по поводу президента или не президента, я, к сожалению, не вхож. Соответственно, не могу точно сказать. Ну, нам говорили по инициативе президента Владимира Путина. Появляются, значит, вот эти центры. Ну, скажем так, инициатива Владимира Владимировича здесь достаточно понятна, потому что его пробный шар связан с ОНО, агентство стратегических инициатив, такой же примерно формой, которая не под отчет на правительство, которая является некоммерческой формой, при этом главным человеком в нем является президент Российской Федерации. Естественно, обладая определенной свободой в принятии решений, свободой в выборе политики и стратегии и подчиняясь напрямую президенту, нельзя не обращать внимания на эту структуру, и, соответственно, она каким-то образом извне влияет на существующую систему. Мне кажется, вот этот вот элемент извне влияния на существующую систему был выбран как некий элемент реформ, элемент некой модернизации системы управления, которая запускается на федеральном уровне. Зачем запускать и тратить на нее деньги? Там, кстати, ведь денег немало, насколько я понимаю. Я понимаю, что на сегодняшний день тенденции, которые демонстрируются в регионах, говорят о том, что они негативны с точки зрения качества управления. Растет коррупция, растет непрофессионализм, растет определенный подход с точки зрения скорее лояльности, нежели профессионализма. И, соответственно... А что это зачем, Михаил? Я прошу прощения, что я перебиваю, просто я не могу понять, зачем создавать бюрократическую структуру ради того, чтобы решить проблему с эффективностью назначаемых или рекомендуемых на пост каких-то чиновников, больших людей. Надо просто нормальных людей на пост чиновников рекомендовать или выбирать, вот и все. Ну, смотрите, то есть, как я понимаю, да? То есть, вот, допустим, приходим мы на какого-либо предприятия, которое некачественно управляется, да? У него есть проблемы с точки зрения финансовых показателей, каких-то там социальных показателей и прочих, да? Да. И если новый менеджмент приходит, качественный новый менеджмент, он не приходит, сразу всех не выгоняет. То есть, качественный новый менеджмент, он приходит и какое-то время наблюдает, какое-то время реагирует и смотрит, как все устроено, какое-то время разрабатывает собственные альтернативные способы управления, исходя из существующих реалий, при этом имеет влияние на принятие решений, потому что он где-то рядом, но и внутри находится. И, собственно говоря, потом, благодаря собранной информации, благодаря определенным, скажем так, подготовленным новациям, осуществляет сразу целый ряд действий, которые способны изменить систему. И я так вижу, это теория абсолютно, да? Могу сказать, что вот такая теория, например, работала на заре в... Я не помню, как называлась структура, но когда реформирование банков проблемных происходило, то как раз вот это внешний, скажем так, человек в системе управления, наблюдающий, контролирующий и определяющий, потом, собственно говоря, вносил те коррективы, которые благотворно действовали на систему управления. Я допускаю, что именно такая структура сегодня создается. Почему? Потому что бюджет этой структуры, на мой взгляд, огромен, он просто колоссален. То есть я слышал о цифре в 25 миллиардов рублей, которые выделяются на то, чтобы эти системы СУР, эти подразделения СУР в рамках «Анодиалог» существовали и работали. Это в целом по стране 25 миллиардов? В целом по стране, конечно. А мы можем с чем-то сопоставить? Ну вот с чем-то... Я полагаю, что это сопоставимо с годовыми затратами на комфортную программу «Комфортная городская среда», которая, собственно, массово, масштабно. Мы видим конкретное преобразование в бетоне, асфальте, в каких-то малых архитектурных и крупных архитектурных... То есть это примерно столько же, сколько тратится во всей стране на ремонт тротуаров, парков и всего остального? Ну, в рамках программы «Комфортная городская среда» не все про все, потому что есть еще программа федеральная безопасная качественная автодороги, большая, есть местная программа каких-то инициатив, связанных с инициативным бюджетированием и так далее. Но цифра колоссальная. Сколько на комфортную среду тратится по стране, столько будет потрачено, примерно, на ЦУРы. Ну, да, да, да. И поэтому, конечно, говорить о том, что это будет один, два, три человека наблюдателей, не приходится. Говорится, вы сами сказали о том, что 22 человека. Это, ну, я даже вот по консалтинговым компаниям могу сказать, что это крупная консалтинговая компания. По региональным меркам, так это самая, наверное, может быть крупная компания. с очень приличным годовым бюджетом, с тем, что они будут не просто, скорее всего, деньги тратить только на себя и на зарплату и на содержание офиса. У них, скорее всего, определенные бюджеты будут и на то, чтобы осуществлять заказы и размещать заказы, как в социальных сетях, как в пабликах, как в информационных... А какие, простите, Михаил, заказы, о чем вы? Какие заказы, о чем вы? Любая бюрократическая структура занимается двумя основными процессами с точки зрения бюджета. Тратит деньги на себя и реализует определенные программы. В рамках реализации определенных программ она может нанимать подрядчиков, исполнителей, которым деньги тратят. То есть это внешние еще, помимо этих 22 человек, еще какие-то внешние сотрудники, которые привлечены. Не знаю, как это будет выстроено, потому что на самом деле проблема-то, на мой взгляд... Задача-то этой структуры в чем? Ну, то есть вот декларируемая задача сделать так, чтобы жалобы людей решались быстрее и люди были более удовлетворены работой власти, что ли, с их жалобами и с их проблемами. Это то, что декларируется. Но это разве плохо? Вы же именно декларационные цели произносите. Это те цели, которые можно произнести, можно услышать и о которых можно дискутировать. На самом деле 25 миллиардов рублей в системе управления можно потратить только на качественные, скажем так, какие-то преобразования, на качественные реформы. И в данном аспекте и контексте я, скорее всего, вижу, что власть видит проблему некачественного реагирования на, скажем так, на запросы людей, некачественного реагирования региональных и местных властей на то, что происходит в социальной сфере, социально-экономических, социально-политических отношениях. А, то есть правительство на другой планете родной, как в фильме говорилось, да? То есть в двух мирах живут жалобщики со стороны жителей и власти. Ну, потому что все основные системы управления у нас были настроены до периода вот этих вызовов на систему отчетности. То есть не важно, что ты сделал, важно, как ты отчитался. Сейчас эта система не работает, потому что при хороших отчетах на самом деле видно, что все не так хорошо, как в системе здравоохранения, так и в системах других, которые, собственно, живут, существуют и развиваются. И именно вот эта разница между тем, что отчитывается и что есть на самом деле, ее нужно каким-то образом нивелировать. Я думаю, что исходя из того, что эту разницу нужно как раз нивелировать, и появились эти суры как решение. Это же хорошо. Ну, то есть вот появилась организация, которая будет помогать приблизить, так скажем, власти региональные к чаяниям народным. Нет? Я в последнее время затрудняюсь сказать, что такое хорошо и что такое плохо. Просто потому, что хорошо с точки зрения того, что существует определенная перспектива и надежда на изменение динамики негативных тенденций. То есть, по крайней мере, я надеюсь, что каким-то образом действия ЦУР будут способствовать, что окна перестанут бить в здании правительства Кировской области или каким-нибудь образом, может, это будут делать реже там, да? То есть это уже будет положительная динамика для нашего региона. Вот. А с другой стороны, почему плохо? Потому что вот те догадки, концепции, те неуверенные, скажем так, разъяснения со стороны руководителей ЦУР, которые были наняты фактически на первом этапе, да, я думаю, что тут вот как раз вот этот вот опять же быстрый-быстрый запуск сегодня и сделаем, а завтра мы подумаем, как это будет работать. Потому что надо до 1 декабря было запуститься. Ну, собственно, вот... А спохватились поздно, как всегда, как мне кажется. Помните, вот программа «Комфортная городская среда». Мысль и идея великолепны. То есть сам подход в исполнении, в реализации оставляет желать много лучшего. И даже при всем при этом, как бы она, ну, благотворно сказалась на наших городах. ЦУР благотворно скажется? ЦУР... будем надеяться, что все-таки скажется благотворно. Политическая какая-то составляющая и подоплека есть сознание этой истории? Я уверен в том, что будет, потому что раз мы говорим про отношения и взаимодействие между жителями и властью, то, собственно, это и есть политика. И влияние на политическую составляющую однозначно будет. Вы сказали о том, что... И, в общем-то, я так понимаю, что Игорь Панкратов говорил о том, что основные кадровые вопросы будут решать Москва. Да, сотрудников нанимает Москва, а зарплату сотрудникам платит Москва. Ну, я полагаю, что и руководителя, наверное, с какой-то перспективы тоже будет нанимать Москва. То есть, если это, скажем так, внешнее наблюдение пока, да, может быть переходом во внешнее управление Москвы, то это те тренды, которые, в общем-то, достаточно давно заданы. У нас любой регион, любой субъект стремится подчинить себе столицу и крупные города региона и, ну, скажем так, ставят в заслугу о том, что они подчиняют себе эти регионы. Ну, почему бы федеральному центру не стремиться подчинить себе субъекты федерации и, собственно говоря, что они делают через различные механизмы, которые им доступны. Так это получается очередное закручивание гаек тогда, да? Только теперь уже не на уровне жителей, а на уровне представителей власти. Они и так-то не скажут, что сильно самостоятельные. Где у нас яркие персоны? Да, на мой взгляд, вот этот вот тренд, который, по сути, все время правления Владимира Владимировича существует на укрепление вертикали власти, да, он сейчас продолжается. И, к сожалению, ну, вот каких-то элементов, связанных с децентрализацией, я не вижу. Михаил Шевелев, в нашей студии мы продолжаем, много времени посвятили ЦУР, но на самом деле посмотрим, как начнут работать, да, и, может быть, ну, польза какая-то будет все-таки от того, чтобы более быстро реагировать на жалобы жителей. Вот, я пока, чтобы не очень там людей загонять в плохие какие-то вещи, я бы предложила, Михаил, вот походить вокруг Нового года. Вот вокруг Нового года есть две хорошие темы есть, и есть плохая тема, да, с одной стороны, это история с украшением города, и хорошая новость в том, что Новый год все-таки будет, и Киров к Новому году все-таки украсят. Есть надежда. Да, а плохая новость в том, что в начале января, то есть с наступлением Нового года, Киров может зарасти мусором. Я не знаю, насколько это реально, может так быть или не может так быть, но связано это с чем? Нынешний подрядчик, насколько я понимаю, КДУ-3, начал рассылать управляющим компаниям, ну, некие предложения, что ли, с просьбой выкупить те контейнеры, которые КДУ-3 в свое время устанавливал. КДУ-3 сейчас перевозит наш мусор, что будет в Новом году, пока не очень понятно, если я понимаю, есть опасения, что КДУ-3 не будет перевозить наш мусор в Новом году. Вы формулировали вопрос из двух частей, которые, на мой взгляд, связаны только с первым январем, но совершенно разные. Так. И давайте мы сначала про пессимизм, потом... Нет, про оптимизм потом. К оптимизму. Конечно. Значит, ну, на оптимистичной ноте всегда лучше заканчивать, чем на пессимистичной. Значит, пессимистичная заключается в следующем. КДУ-3 действительно направила в муниципалитет письма и региональному оператору о том, что нужно удоконить отношения, связанные с контейнерами, которые находятся в собственности перевозчиков. И, собственно, не только КДУ-3, но и других перевозчиков, которые не будут принимать участие или примут, но не выиграют, или примут и выиграют, но потом будут, скажем, с ними договор, может быть, расторгнутся с стороны регионального оператора. Потому что, в общем-то, это сфера обязанностей регионального оператора. И, на самом деле, это письмо всего лишь, я так понимаю, одно из последних и сегодня актуальных писем. Потому что тема о том, что необходимо каким-то образом выкупить и забрать эти контейнеры на баланс тех предприятий, которые обязаны их иметь и содержать, это трехлетняя тема. Я вообще думала, что давно уже все решила. Да, понимаете, в чем дело. Тогда, когда правительство прижало, а это было примерно три года назад, когда активно, собственно говоря, необходимо было провести мусорную реформу, необходимо было запустить все новые процессы, необходимо было согласовать все процессы с перевозчиками, с теми компаниями, которые занимаются утилизацией, с полигонами и так далее. Конечно, власть шла на различные компромиссы и поддерживала, в общем-то, всех. И, в принципе, система, которая рождалась, она была таким процессом взаимодействия властей региональных, властей муниципальных и представителей бизнеса, которые, собственно, участвуют на этом рынке. Они тоже занимаются инвестициями, они тоже вкладывают свои средства, и, в общем-то, соблюдение баланса всех интересов вело к тому, что кто-то на себя брал больше, тот, кто мог, и, собственно говоря, интересы будущего, они заставляли, собственно говоря, решать вопрос, в том числе с контейнером. Соответственно, тогда этот вопрос был решен, и, в принципе, были определенные надежды на долгосрочные отношения. Эти надежды на долгосрочные отношения рухнули, они рухнули в конце августа. А почему они рухнули-то? По мнению лиц, которые, собственно говоря, занимаются этой реформой в новом направлении, да, не будем называть там, не принято в последнее время называть фамилию и имя отчество, но, по мнению этих лиц, существует определенная опасность во взаимоотношении с экономическими субъектами, занимающимися перевозками на свободном рынке. И поэтому в рамках ликвидации этой опасности принято решение, что должен заниматься перевозками безопасный субъект, каковым считается Вятавтодор. На Вятавтодор была произведена закупка мусоровозов в качественной комплектации, так называемая 30 мерседесов, и, собственно говоря, было продекларировано, что, чтобы не зависеть от частных переводчиков, и, я думаю, чтобы не регулировать конкурентный рынок, мы просто-напросто создадим монополию и будем, собственно говоря, отвечать за весь процесс. Я думаю, что это и есть экономическая определенная ошибка. Я не буду говорить про макропоказатели с тем, что монополия всегда хуже, чем конкуренция. Я вообще ничего не понимаю, Михаил, конкурс же должен быть. А? Конкурс же должен быть. Какой перевозчик-монополист? Спонсор. Конкурс, конкурс должен быть, конкурс. Ну, естественно, но конкурс можно провести по-разному. Вот сейчас объявлен конкурс, и на него должны заявиться перевозчики. На следующий год? Или на ближайшие три года? На следующий год. С 1 января. С 1 января. С следующего года. Значит, в чем проблема с перевозчиками? Условия отношения договорные в этом году по лотам были изменены региональным оператором. Были предложены более жесткие и более, скажем так, невыполнимые для субъектов, для перевозчиков условия. В частности, был увеличен размер гарантии. То есть каждый перевозчик, который заявляется на участие в лотах, а эти лоты там от 100 миллионов и более, собственно, они должны обеспечить, предоставить обеспечение исполнения контрактов в размере 30%. Раньше это была цифра 10%. Ага, в три раза выросло. Да, есть, ладно, обеспечение, как бы есть второй этап, когда существует очень много элементов, связанных с тем, что региональный оператор имеет право в одностороннем порядке потребовать исполнения определенных, скажем так, дополнительных элементов, связанных с маршрутами, с графиками уборки отдельных площадок, с процедурой верификации того, что площадка была прибрана, ну и прочих-прочих моментов. Вы знаете, что заказчик может установить такое количество обязательств, что ни один субъект может просто не смочь... Удобительные какие-то условия, вы про это говорите. И тогда, когда он нарушает... И у ныне действующих перевозчиков есть опасения, что вот эти самые условия, они выполнены... Два нарушения, собственно говоря, региональный оператор имеет право в одностороннем порядке и расторгнуть договор и, более того, заключить этот, скажем так, найти нового исполнителя перевозчика и, заключив с ним договор, заплатить этому новому перевозчику из тех средств гарантийных обязательств, которые были у первого перевозчика. То есть, я, например, беру контракт на 300 миллионов рублей, даю банковскую гарантию на 30%, на 90 миллионов рублей, два раза нарушаю, со мной расторгают договор, и эти 90 миллионов рублей пойдут на оплату следующему перевозчику. Ну это взаимоотношения бизнеса, там у власти и бизнеса. А людям-то простым что от того? А люди простые будут платить тариф за, как бы, в сфере обращения... Ну вот эта история с контейнерами, она на людях может сказаться негативно? Знаете, почему написано письмо? Почему? Потому что действующие перевозчики, они хотят просто сказать, ребята, когда 1 января у вас начнутся проблемы, вы, пожалуйста, обращайтесь не к нам, а обращайтесь к тем, кто затеял эту реформу. В частности, правительство, министерство охраны окружающей среды, председателю правительства, вы им, пожалуйста, скажите о том, что если вы осуществляете перемены и находите новых перевозчиков, то вы позаботьтесь о том, чтобы с 1 января новый перевозчик был готов к тому, чтобы не было никаких проблем, потому что обязательства текущих перевозчиков заканчиваются 31 января. У них, собственно, они на сегодняшний день рассматривают вариант как участия, так и не участия, потому что банально банки могут не предоставить такую гарантию, потому что она очень рискованная. Найти 30% в качестве обеспечения, ну, это практически нереально. Второй момент. Те положения, которые достаточно серьезно расплывчатые, сформулированные относительно объемов и, скажем так, количества мусора, которое должно быть перевезено, и тот порядок, как он должен быть вывезен, да, оно не очень четко и ясно сформулировано для перевозчиков. То есть есть к чему придраться, вы про это говорите. Не придраться, а просто очень тяжело, ну, например, любому строителю тяжело построить дом без проекта. Ага. Как бы заказчик может постоянно менять там, да, сегодня он захотел один фундамент, завтра захотел другой, послезавтра захотел третий. В соответствии с договором подрядчик должен соблюсти все требования, которые заказчик ему выставляет. Он просто не может этого сделать, понимаете? И они бы и рады участвовать, они бы и рады участвовать в том формате, в котором сейчас существуют, как бы, да, но они просто опасаются, что участие приведет к большим убыткам, нежели, собственно говоря, неучастие. То есть это экономический абсолютно элемент. Михаил Шевелев, в нашей студии мы сейчас перерыв на рекламу делаем, через полторы минуты еще немножечко эту тему продолжим. Особое мнение на 101FM Михаил Шевелев, в нашей студии мы продолжаем еще немножко про мусор. Я все-таки так и не могу понять, Михаил. То есть у нас 1 января контейнеры предыдущих перевозчиков с мусорных площадок исчезнут? И мы будем мусор вот новогодний весь складывать кучками там? Такой риск имеется по двум причинам. Насколько я знаю, Александр Анатольевич Чурин на встрече с журналистами, председатель правительства. Недавно которое было направление, да, то есть, ну, я слышал... Правление Союза журналистов, вы имеете в виду? Правление Союза журналистов, да, 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 которое состоялось. Насколько я знаю, он тогда обмолвился о контейнерах и сказал о том, что мы не будем покупать старые булочные контейнеры, мы купим новые. Соответственно, решение о том, что будут другие контейнеры, оно, скорее всего, уже принято. За чей счет они будут куплены, как они будут куплены, я не знаю, но однозначно понимаю, что... А не дешевле выкупить старые контейнеры, чем покупать новые? Конечно, проще. Конечно, это... Ну, это требует определенного разумного решения, а я, честно говоря, ну, не вижу стремления к тому, чтобы решение было экономичное и разумное в последнее время. Потому что разумное и экономичное – это прибыль Вятавтодора направляет на борьбу с ковидом, а у нас прибыль Вятавтодора направляется на приобретение мусоровозов, которых у нас на сегодняшний день в регионе достаточно. Мы все равно за них будем платить, мы все равно будем платить за вывоз мусора, и с точки зрения простых кировчан, покупка эта – это всего лишь лишение себя дополнительных денег. Но это как бы мое мнение, и, собственно говоря, оно такое. Что касается выкупа, то контейнеры будут покупаться. Есть одна проблема. Одновременно 10 тысяч контейнеров не растаешь, потому что их нужно... Особенно вечером 31 декабря. Да, 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 конечно. И 1 января тоже будет проблематично. И найти тех людей, которые будут возить их, тоже проблематично. Кроме того, это чисто логистически. Ведь те контейнеры, которые сейчас существуют, они не в одну ночь появились. То есть они расставлялись там месяцами. То есть определялись места, закупались контейнеры, приобреталось определенное... Ну, не приобреталось, но была техника, которая развозила их, устанавливали и так далее. То есть это процесс сам по себе логистический, не одной ночи, тем более новогодней. А просто соседние поставят заранее, и все, нет? Давайте так. Дождемся, дождемся 1 дворя. Это проблема тех, кто, собственно говоря, осуществляет реформы. Я считаю, что подход... Я не согласна, это наши проблемы. Это не наши проблемы, это проблема тех, кто осуществляет эти реформы. Потому что, во-первых, это их полномочия. Во-вторых, это их обязанность и организовать этот процесс, находясь на посту председателя совета директоров, назначая руководителей организации ответственных за это. Они обязаны, собственно говоря, этот процесс организовать так, чтобы он был максимально безбеледен для кировчан. Наличие каких-либо подрядчиков и каких-либо конфликтов с этих подрядчиками, оно никаким образом не должно насказываться на качестве обслуживания жителей. Потому что они исправно, ну или неисправно платят свои средства. Но, собственно говоря, за то, что они платят неисправно, их тоже наказывают и предъявляют пение, штрафы и все остальное. Поэтому это та тема, которая, на мой взгляд, должна быть в компетенции ответственности тех людей, которые эту реформу осуществляют. Подход, при котором мы переваливаем проблемы с больной головы на здоровую, должен остаться в прошлую. И вот тот подход, который Алла Викторовна продемонстрировала, что, типа, во всем виновата администрация города Кирова в 16-м году, этот подход, я считаю, неприемлем для того, чтобы... Алла Албегова говорила о том, почему у нас нет большого современного полигона и мы возим мусор далеко. Да, при этом она не говорила о том, что решение суда было принято как раз по ее просьбе, по ее ходатайству. И, собственно говоря, министерство ходатайствовало закрыть. Если бы оно не ходатайствовало закрыть, все бы работало и все было бы нормально. Тем более, что все разрешения есть и, скорее всего, ну, я не буду как бы загадывать будущее, там суд еще все решит. Но, если спросить Аллу Викторовну, чем отличается с точки зрения безопасности полигон Лубягина и полигон Восинцев, то она не найдет ни одной причины в пользу полигона Лубягина. При том, что она делает все возможное, чтобы он эксплуатировался дальше. Я извиняюсь, я на этом читаю, что мусорную тему надо закрыть, просто я в ней... Много, много времени мы посвятили. Да, у нас остается 7 минут до конца эфира. Мы хотели про хорошее поговорить и еще про кирпичи. И еще у нас есть вопрос от слушателя, между прочим. Про хорошее это вот про Новый год. Он, конечно же, будет, и Киров, конечно же, украсят, но есть уже предложение депутата все-таки отменить тот самый аукцион пресловутый на 23 с лишним миллиона рублей на украшение города, который был объявлен. И вот даже глава администрации Дмитрий Осипов вроде бы пообещал к мнению депутатов, ну, не то чтобы прислушаться, рассмотреть их обращение пообещал. То есть, может быть, и отменят. В некоторых городах отменяют, кстати. Смысл тратить 23 или больше миллиона на украшение, если все по домам будут сидеть. Ну, собственно, вот, а что повлияет на решение Осипова? Я не знаю, мне кажется, если распорядятся... Решение граждан или там решение понравиться гражданам будет последним элементом в пункте его принятия решения. Да ладно. Ну, потому что есть обязательства, есть регламенты, есть процедура закупок, есть бюджет, да? Это для него гораздо более высокие понятия. Кроме того, он ведь не выборный человек. Он, собственно говоря, человек, который назначен и который назначен кем-то и, в принципе, в правительстве Кировской области не скрывает то, что они поставили под контроль город Киров. Поэтому, как они скажут, так и будет. То есть, это, в принципе, не лежит... А, то есть, это не Осипов решает, отменить, не отменить? Не Осипов решает? Конечно, нет. То есть, если бы решали депутаты, то они могли бы просто внести изменения в бюджет и лишить этих денег совсем администрацию. А вы, Михаил, считаете, лишать или лишать, отменять или отменять? Честно сказать, я, конечно, считаю, что любое место, в котором ты живешь, в Новый год должно украшаться. Мы квартиру украшаем. Мы делаем это из своих средств, из своих возможностей. Мы привлекаем для этого членов своих семей. И мы, собственно говоря, наверное, заботимся об этом не в последний день. И каждый раз мы к этому относимся по-своему. Я считаю, что если в городе есть хозяин, если в городе есть хозяин отрочительный и понимает, что город для горожан, то он организует этот процесс, естественно, не в ноябре путем объявления закупок. Через какие-то картинки красивые, которые потом на самом деле выглядят не так красиво. А через диалог, через соучастие, через процедуры, которые позволяют сделать красиво с, скажем так, душой. Но это прицел на будущее. Это вы сейчас о будущем говорите. А вот с этим конкретным аукционом что делать? Ковид? Тратить деньги или не тратить? Ну, мое мнение, конечно, не тратить их столько. То есть я бы принял решение половинчатое. То есть, собственно, часть средств я бы оставил, потому что город должен быть украшен. Но вопрос, на что украшен, я бы, наверное, пересмотрел. Нельзя все деньги бабахать в одно место, да? А, собственно, нужно посмотреть и сделать так, чтобы это было, ну, действительно, максимально комфортно для горожан. Никто не мешает провести опрос и определить, какие элементы горожанам наибольше по душе. Да время уже мешает, конец ноября. Когда делать-то? Ну, это не так сложно. И можно было бы делать. Ну, естественно... Подсуетиться и сделать быстрее. Знаете, я единственное против подхода следующего, который сейчас очень часто декларируется. Ну, давайте хотя бы так сделаем. Если, конечно, хотя бы так, то лучше никак не делать. Понятно. Михаил Шевелев, в нашей студии все меньше времени остается. Про кирпичи в здании правительства хотела поговорить. Тут телеграм-канал Топтыгин под заголовком. Голь силикатные два. Ну, вот, долетели наши кировские кирпичи до господ федералов. Пишет о том, что публикация про летающие в здании, точнее, в стекла вестибюля кирпичи появилась уже на сайте клуба регионов. Вот эта история с кирпичами, это показатель чего? Я думаю, что это показатель определенного, скажем так, потери репутации, потери влияния власти Кировской области. Я фактически согласен с тем, что когда-то другие телеграм-каналы говорили о том, что фактически губернатор самоустранился от управления региона. То есть фактически он передал все образы правления председателю правительства. Его достаточно мало видно в информационной повестке. Какая разница, в чей адрес кидать кирпичи, председателя правительства или губернатора? Ну, в данном случае потеря управляемости говорит о том, что возможность кидать кирпичи предоставлена, ну, скажем так, отсутствием внятной реакции на те запросы, которые формируют граждане. Они стоят в одиночные пикеты, выходят представители власти, да, начинают разговаривать, получают неудобные вопросы, заканчивают разговаривать и уходят. Это поведение, которое говорит о том, что власти недостаточно, ну, как бы, недостаточно слышат и слушают жителей. И, соответственно, недостаточно качественно реагируют на их запросы. А отсюда появляются кирпичи. Еще фраза, которая, как бы, на клубе регионов была, да, о том, что кировчане, ну, так скажем, создается впечатление, что они постоянно бьют окна в Кировской области. И меня даже спрашивают, у вас там такие несознательные кировчане или это все-таки... А жители Кировской области в знак протеста продолжают бить окна в здании регионального правительства. Это про эту фразу. Я все-таки считаю, что такой неординарный, на самом деле, достаточно скандальный подход, ведь такие подходы, они все больше в регионах появляются, да, там, в Оренбурге, там, привозят больных к зданию, там, правительства, да. Ну, я думаю, что мы можем вполне дожить до того, что мусоровозы приедут в здание правительства, потому что некуда будут везти. Нет, эти мусоровозы не приедут, если мы говорим про свои, чьи надо мусоровозы приедут. Так, если их некуда будет складировать, то куда везти мусор? Собственно, вот представьте, да, то есть сегодня у нас даже терсхема предлагается, которая, она нереализуемая, предлагается там, условно говоря, 50 тысяч тонн везти в Оричи. Это, во-первых, закрывают вообще полигон, потому что он находится в зоне действия и победил, а во-вторых, он может 7 тысяч тонн только принимать. Опять вернулись к мусору? Ну, я к тому, что, да, то, о чём, собственно говоря. У нас есть вопрос, мы очень быстро попробуем его задать, он на сайте у нас размещен. Слушатели даже беспокоятся тем, что предложили кировчанам поучаствовать в разработке концепции парков Гагарина, Кирова и прочих, да, и предложено очень много всего, и скейт-парк, и пирс, и... А где, говорит, гулять? Парки должны быть для прогулок. Не понял. Парки должны быть для прогулок. Зачем активности эти, спрашивает наш человек? Очень коротко, Михаил, буквально там 20 секунд. Всегда будут недовольны. Когда приглашали горожан на обсуждение, я думаю, пришли только те, кому надо. Те, кто пришёл, те имеют право формировать тот парк, в котором они, собственно, хотят жить. Те, кто не пришёл, не проголосовал ногами, могут писать тебе что угодно. Михаил Шевелёв очень коротко отвечает на вопрос. Спасибо большое. Особое мнение на этом завершается. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok